Да, да, вот есть у нас связь, подсказывает мне режиссер. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Давайте начнем с неприятного, с Маргариты Симоньян, потому что как раз она заявила, что, я процитирую как раз то, что она сказала, там достаточно долгий, большой был комментарий, рядом упал дрон, но мысль ее свелась к одному. Цели все дальше, ставки все выше, ядерный ультиматум все безальтернативный. Вот как вы считаете, что это значит? Можно ли это считать некой такой риторической игрой или все-таки речь более серьезная? Давайте начнем с хорошей новости. Маргарита Симоньян не в первый раз подобное произносит, и тем не менее ядерная война до сих пор не началась. Маргарита Симоньяна год назад такое говорила, то есть уже год назад, да, и на протяжении года еще несколько раз. Тем не менее, пока, слава богу, никакой ядерной войной не пахнет. Тем не менее, безусловно, эта риторика очень опасна. Она опасна просто потому, что мысли, как известно, когда они обладевают массами, материальны. А сейчас мысль о том, что ядерный шантаж – это эффективное средство достижения своих целей, населилась глубоко в сознании очень большого количества россиян, ну и в первую очередь, конечно, пропагандистов. Обратите внимание, и Соловьев уже давно использует ядерный шантаж, и Симоньян, и Скобеева. В эфире разных российских ток-шоу звучал ядерный шантаж не раз, сам Путин на это не раз намекал. Но что примечательно, ну, Медведев, я всерьез, конечно, его рассматривать невозможно, но тем не менее, опять же, Медведев постоянно об этом пишет в своих чудесных постах. Но на что я обращаю внимание, Караганов, Тренин и Лукьянов, Тренин и Лукьянов, три человека, которые позиционировали себя на протяжении долгого времени как внятных, адекватных, серьёзных политологов, достаточно умеренных, умеренно-консервативных, и в первую очередь учёных, а не публицистов, журналистов, пропагандистов, да? То есть они себя позиционировали именно так. Эти люди написали недавно статью, которая была опубликована, в которой, ну, достаточно, точнее, которая утекла, скажем так, да, не просто статья, а доклад для администрации президента, сделанный по заказу администрации президента, написанный то ли ими, то ли ими заказанной, и, ну, в любом случае, там фигурируют их фамилии, и в этом докладе прямым текстом рекомендуется администрация, рекомендуется, точнее, Путину как главе российской внешней политики, как главе российского государства, и, в принципе, всей верхушке Кремля, рекомендуется активно шантажировать Запад ядерной войной, да? Плюс вышла отдельно, я не помню, ещё, по-моему, в сентябре прошлого года, то есть как раз где-то год назад, вышла статья, интервью Лукьянова с Трениным, в котором они как раз обсуждают необходимость, актуальность того самого ядерного шантажа. То есть тема очень давно вброшена в российское общественное сознание, и опасность заключается в том, что я думаю, что дела обстоят примерно так, что Путин, будучи человеком хладнокровным абсолютно и прагматичным, конечно же, не хочет никакой ядерной войны, никогда не хотел, но он понимает, что это последний инструмент, который действительно может быть рабочим в переговорах с Западом. Да, Путин себя ведёт, как, я уже не раз эту аналогию использовал, как проигравший практически всё покерный игрок, который вот за столом сидят люди, у них у всех довольно много фишек, его конкуренты, они в этом турнире явно ведут, выиграют, он понимает, что у него ничего не остаётся, и он время от времени, знаете, начинает потягиваться, так что пиджак его расширяется и, собственно, открывается, и человек видит за этим пиджаком кобуру, например, да, или он там случайно роняет на пол один пистолет, второй пистолет, продолжая аналогию с временами Дикого Злопада, показывая, что, посмотрите, если сейчас он всё проиграет, то он начнёт стрелять, он поведёт себя как неадекват, он перевернёт стол, он смешает все карты и все фишки. Стратегия Путина совершенно понятна, очевидна, я не думаю, что кто-то будет спорить, что она заключается именно в этом. Дальше начинается, почему я говорю, что это всё-таки неприятная, и вы правы совершенно, действительно неприятная история, потому что дальше идёт команда тем самым пропагандистам и ответственным учёным, в кавычках, и без. Эти учёные, с одной стороны пропагандисты, с другой, начинают подогревать, разогревать, начиная общественное мнение, утверждая, что ядерный шантаж — это а, нормально, но они не объясняют же людям, что, ребята, это только шантаж, мы не собираемся применять ядеронарушие. Конечно, нет. Они обсуждают это на уровне, что, ну а почему действительно не ударить по Польше, ведь там же готовятся боевики, и она помогает Украине, а надо вообще ударить по Штатам? Ещё раз говорю, тренинг Лукьянов и Караганов в этой статье, точнее, в документе для администрации президента, который не так давно утёкнул в прессу, они обсуждают, что надо готовить западное общественное мнение, нужно даже провоцировать события типа призывы к россиянам покидать западные страны, ну то есть нужно пугать по максимуму. Так вот, рассчитанная, с одной стороны, эта риторика исключительно на Запад, но она, на мой взгляд, очень активно работает и в самой России. Всё больше и больше россиян привыкают к мысли не о том, что ядерный шантаж — это неплохой инструмент для переговоров, а что само по себе ядерная война — это уже не такая плохая затея, что ядерный удар, превентивный, сначала использование тактического оружия, а может быть, не только тактического, это, в принципе, нормально. И я всё больше и больше, прошу прощения, у меня здесь активно приходят сообщения, если вы слышите звуки какие-то. Нет, всё у нас тихо. Всё прекрасно, у меня просто на экране вспыхивает время от времени. Так вот, всё больше и больше россиян, по моим наблюдениям, привыкают к мысли о том, что ядерный удар — это не так уж ужасно. Почему нет? Я никогда не забуду, когда листал российские форумы, интернет-форумы, готовя статью для американского издания «The Messenger», для которой я время от времени пишу. Так вот, я обнаружил очень много комментариев в духе «Ну а что, американцы же первыми, использовали ядерное оружие». Вот была же Хиросима, Нагасаки, и они таким образом закончили Вторую мировую войну. Они таким образом заставили Японию капитулировать, предотвратили сотни тысяч новых смертей, поэтому с обеих сторон, со стороны японцев, со стороны американской армии. Поэтому почему нет? Действительно, мы тоже можем использовать тактическое ядерное оружие, а может быть, не только тактическое, ровно с тем, чтобы предотвратить перерастание войны уже в неконтролируемую и потом всё равно ядерную. То есть разговоров таких всё больше и больше звучит в самой России. И далее я, конечно, не эзотерик, не оккультист и не мистик, но есть абсолютный закон ожиданий. Каждый человек, который наблюдал за работой биржи, например, знает, что ожидания действительно работают. Массовые ожидания, когда люди обсуждают, когда люди говорят, это называется массовое сознание. И когда массовое сознание и в России, и за его пределами привыкнет к идее о том, что ядерная война вот-вот случится, то, естественно, вероятность очень сильно возрастёт. Мы все помним историю со Станиславом Ивановым, советским ракетчиком, который предотвратил ядерную войну, получив неверное сообщение о запуске американских ракет. Так вот, подобных вызовов может происходить много. И мы не знаем, окажется на месте этого Станислава Иванова адекватный человек, который предпочтёт не выполнить приказ, например, или человек, который всё-таки предпочтёт этот приказ выполнить. И чем больше в воздухе воинственной риторики, такой агрессивной, тем выше вероятность, что этот человек, который будет сидеть на пульте, что он выполнил приказ, а может быть даже не будет дожидаться приказа, просто нажмёт эту кнопку. Или что, предположим, пилот российского истребителя, увидев где-то поблизости британский истребитель, американский, немецкий, или турецкий, опять же вспомним историю с Турцией, возьмёт и нажмёт на кнопку, выпустит ракету, собьёт тот самый истребитель, который, по его мнению, зашёл куда-то не туда, после чего то же самое сделает американец-британец-турок и дальше закрутится. И, безусловно, в нагнетании этих настроений сегодня, в первую очередь, виноват Кремль, потому что всю эту агрессивную риторику ядерного шантажа нагнетает именно Кремль. Всё это делается, безусловно, с подачи Путина, непосредственно по его распоряжению, у меня никаких сомнений здесь нет. И этот процесс в какой-то момент, повторяю, может стать уже абсолютно неконтролируемым, может сложиться ситуация, при которой ни пропагандисты, ни учёные, ни Медведев там, и все остальные люди из окружения Путина вообще ситуацию не контролируют. Поэтому, да, это, конечно, опасный звоночек. А на ваш взгляд, всё-таки, вот эта критическая масса в общественном сознании, она... Можно ли почувствовать, когда, грубо говоря, подходит, вот этот детонатор начинает уже активировать процесс внутри этой условной ядерной бомбы, которую мы называем общественным мнением? То есть, есть ли там какие-то этапы, когда это ещё можно почувствовать и предотвратить, когда ещё процесс не начался? И как почувствовать, что этот процесс уже пошёл, что критическая масса достигнута, если говорить языком физики в гуманитарной науке? Ну, смотрите, я думаю, что нет сейчас на планете ни квантовая физика, ни просто физика, ни психолога, ни психотерапевта, ни... ни... Кассандры, типа Ванги и так далее, которая бы могла вот со стопроцентной вероятностью, ну, не с той же стопроцентной вероятностью, со стопроцентной точностью описать, как работает этот механизм. Опять же, возвращаясь к временам, ну, например, 91-й год, как распадался Советский Союз. Весна 91-го года, уход Шварнадзе в отставку. Пророчество Шварнадзе, кстати, в интервью вашему непокорному слуге, я у него брал интервью, где он говорит, там так и был, такой был заголовок, я боюсь, что разочарованный народ выйдет на улицы, и дальше он описывал как раз такой алармистский сценарий. Я очень хорошо помню, как все ученые, политологи, не было еще тогда слова политолог, тем не менее, все ученые, занимающиеся исследованием политических процессов, хором отзывались об этом, как, ну, подумаешь, что просто нервы сдали у старика. Никто не мог предвидеть такого стремительного развития событий, как в августе 91-го года и потом в декабре того же самого 91-го года. То есть даже в августе 91-го о том, что Союз обязательно распадется, ну, я считаю, по-моему, я хорошо помню то время, потому что уже работал, писал, работал репортером, ну, просто минимум политвозреватели писали о возможности распада Советского Союза, даже, повторяю, в августе, в сентябре 91-го года. Тем не менее, в декабре все произошло. Опять же, общественные настроения. Очень многие надеялись тогда, что, например, жители союзных республик, даже осуществив процесс развода официального с Советским Союзом и с Россией, соответственно, так или иначе сохранят достаточный прагматизм, проявятся достаточными прагматиками для того, чтобы не порвать экономические связи, для того, чтобы продолжать сотрудничать и вместе делать некое большое дело во имя общего блага уже без всякой империи. Абсолютно большинство, повторяю, российских политиков, да и не только российских, на тот момент думало именно так. Тем не менее, нет. Победили радикальные настроения, сепаратистские настроения, и в республике одна за другую бросились не просто откалываться от Советского Союза, а и от России, соответственно, но и рваться активно на Запад, стремясь разорвать какие бы то ни было связи с бывшей митрополией. И это все происходило, опять же, очень стремительно. Поэтому говорить о том, что можно ли почувствовать, измерить настроение людей, ну, конечно, невозможно. То есть нет такого прибора. Не придумал еще никто милофон, помните, как в фильме «Приключения Алисы», да, «Гость из будущего». с помощью которого можно было бы замерить настроение в той же самой России. Ну, и даже если бы, вот представим себе на секундочку, что есть такой прибор, и мы сейчас с вами, Вадим, вот просто его включаем и считываем там 144 миллиона населения России, и вот определенное количество столько-то миллионов человек сейчас думает о том, что да какая разница, да пусть ядерная война, все равно лишь бы, ну, и так далее. И что? Эти настроения точно так же на самом деле могут быстро измениться в случае смены режима в самой России. Приходят в власти другие люди, сажают в эфир других пропагандистов, эти пропагандисты стремительно открывают некую неведомую народу правду, убедительно доказывают, что, ну, практически, что ни одна причина, официальная причина, по которой была начата война против Украины не выдерживает никакой критики, никто не собирался на Россию нападать, озвучиваются цифры настоящей потери и потери людей, да, и потери экономических, например, для России. Ну, и достаточно быстро вот те самые настроения, которые наш с вами в милофон уронил, они изменятся. Возможно, эта энергия будет направлена как раз против всех подельников Путина или соучастников путинского режима. И весь этот самый народ, который еще вчера был готов поддерживать Путина либо активно, либо пассивно, теперь же будет вести себя по отношению к коллаборационистам примерно так, как вели себя французы после окончания Второй мировой войны, когда преследовали даже несчастных девушек, вынужденных кормить семью и спать с немцами. То есть я к тому, что невозможно это предсказать. И да, безусловно, есть сейчас, я с интересом читаю, естественно, разные оценки. Есть, на мой взгляд, оценки публицистов, журналистов, достаточно интересные. Есть оценки экспертов, политологов, людей, которые работали так или иначе в российском эстеблишменте, которые его оставили, которые уехали, ну, типа того же Аббаса Галямова, например. Есть разные люди, которые пишут на эту тему. И вот по моим наблюдениям получается так, что, по-моему, Пастухов об этом неплохо написал и сформулировал, что чем дальше от России, тем более апокалиптичные прогнозы о том, что вот все взорвется, в какой-то момент случится революция, распад страны и так далее. Чем люди ближе к России или тем больше, чем больше эти люди в свое время анализировали российские политические реалии, тем больше прогнозов о том, что нет, даже после смены власти, после ухода Путина из Кремля тем или иным способом, Россия сохранит известную преемственность и режим в той или иной степени сохранится, сохранится чекистская корпорация, которая находится у власти последние 20 с лишним лет. И эта корпорация просто попробует каким-то образом проводить какую-то демократизацию, восстанавливать связи с Западом и так далее. Ну, вот это, собственно, две группы оценок, которые я сейчас вижу, но, повторяю, вспоминая историю, что произойдет непосредственно, ну, я бы сказал, что вот если вам, если поэц человек, который, скажем, который даст вам стопроцентный прогноз, это реально означает, что либо он великий йог, медитатор, который побывал в параллельных реальностях, в том числе в будущем, и способен оттуда дать четкий прогноз, либо это просто достаточно безответственный человек. Ну, вот вы сказали о том, что могут появиться журналисты, пропагандисты, те, которые займут уже другую позицию, если мы отмотаем время назад и посмотрим в перестроечный период и постперестроечный период, ведь для того, чтобы появились такие программы, как «Взгляд», а позже там «Телевизионная служба новостей», но это уже позже, все-таки нужен был какой-то промежуток времени, когда вот эти гайки были откручены, чтобы, собственно, эти люди смогли о себе заявить, и мы знаем эти фамилии, и тут интересные метаморфозы, мы с вами как-то о них уже говорили, и про Миткова, и про Киселева, которые были на одной стороне, а потом оказались то ли на другой, ну, с одним понятно, с другой все чуть сложнее, по крайней мере, со стороны кажется, но все равно, для того, чтобы появились эти люди, которые стали нести уже другое мнение, нужно, чтобы была относительная свобода, чтобы гайки были чуть откручены, или я ошибаюсь, вот как это может быть именно в путинской или постпутинской России? Ну, смотрите, безусловно, для этого необходимо, чтобы сменилась власть, опять же, все-таки развал Советского Союза степ-бай-степ стал возможен после прихода к власти Горбачева и объявления им перестройки, гласность, демократизация, собственно, были конкретные лозунги, гласность, да, за гласность отвечал кто? Александр Николаевич Яковлев, соответственно, идеолог гласности, которого сейчас только ленивый охранитель не называет агентом ЦРУ, там, проплаченным, купольным, хотя это был человек, сделавший большую, серьезную карьеру в Коммунистической партии Советского Союза, абсолютно системный человек. Вот пришел такой абсолютно системный человек к руководству политическими процессами, и далее звонок, там, кто-то тогда был, Лапин, по-моему, да, глава Гостелерадио, глава Гостелерадио, совершенно верно, вот звонок ему, там, типа, так, необходима гласность, необходимо разоблачать проблемы, необходимо говорить открыто, давайте, и так далее, и вот по этой цепочке понеслось. Лапин дает команду, там, находящемуся на ступеньке ниже, там, Сагалаеву, руководителю молодежной редакции, Сагалаев вздыхает свободно, потому что с удовольствием готов браться за новое яркое интересное, находит ярких людей, объявляет конкурс, придумывает новые программы, мозговые штурмы, а потом этот процесс постепенно выходит из-под контроля, потому что, конечно же, ни Горбачев, объявлявший гласность, ни Яковлев, звонивший, там, Лапину и так далее, по цепочке, никто из них близко не ожидал и не прогнозировал распада Советского Союза, распада империи, да даже потери коммунистической партии своей монополии власти на идеологию тоже никто не ожидал и не планировал. Планировалось, что партия будет очищена, что партия изменится изнутри, партия потом покажет достойный пример. Вот все эти планы были. Тем не менее. При этом, поэтому, если прям проводить прямую параллель, то, конечно же, все равно нужна смена власти. Нужно, чтобы вместо Путина пришел, пусть даже человек из его команды, но такой более человек, я даже не хочу сказать, более прагматичный, чем Путин. Нет. Просто человек, у которого руки не настолько в крови. Человек с другой репутацией. Этим человеком может быть кто угодно. Тот же самый Саймон, Козак, там много разных имен сейчас называется. Имя в данном случае не совсем принципиально. Главное, чтобы там этот человек захотел и точнее понял, что у него-то есть шанс как раз вернуть постепенно отношения с Западом и остановить движение России в сторону Северной Кореи. Я думаю, что таких людей полно. Собственно, и сам Путин с удовольствием бы это сделал, если бы было возможно. Он просто понимает, что это невозможно, поэтому у него вариантов нет, кроме как продолжать войну и продолжать попытки продавить Запад. Тем не менее, сказав это все, замечу, что прямых параллелей опять же быть не может. Прямых параллелей не бывает никогда. Время совершенно другое. И способы взаимодействия с массовой аудиторией тоже другие. То есть сейчас речь уже не идет только о телевидении. Пожалуйста, есть интернет, есть YouTube-каналы многочисленные, есть вот это все. И поэтому выглядеть все это будет иначе, не так, как это выглядело во второй половине 80-х годов. Тем не менее, опять же, сделав эту оговорку, замечу, что принципиально, к сожалению, инструменты влияния на общественное мнение в России, вот принципиально, они все равно не изменились. и сам механизм, сама технология, да, она должна быть именно такая. Ну, то есть приходит к власти другой человек, постепенно начинается какое-то ослабление, и уже в процессе этого ослабления, скорее всего, процесс выходит из-под контроля, и происходит то, что произошло уже в конце 80-х, в начале 90-х годов. Понятно, что сценарий, при котором, допустим, к власти в России приходит некий адекватный человек, либерал, условно или безусловно, ну, там, Навальный выходит из тюрьмы, Яшин оказывается, да, кто-то из этих ребят, которые сейчас сидят. Вероятность этого кажется сейчас на редкость там невысокой, да, но тем не менее, мы же описываем разные сценарии, в том числе гипотетические. Так вот, понятно, что если эти ребята приходят к власти, тогда, естественно, там возвращается с границы большое количество находящихся в эмиграции людей, журналистов, учёных, там, политических деятелей, которые делают всё, чтобы оседлать повестку. Этот сценарий пока, ну, вот на сегодняшний момент, да, мне кажется, очень утопическим, просто очень утопическим. Прежде всего, потому что, ну, прежде всего, потому что всё-таки не зря прошли эти 20 лет пропаганды, и не просто 20 лет пропаганды, эти 20 лет пропаганды, нанизанные на десятилетия пропаганды во времена Советского Союза, и вот эти, там, 10 лет 90-х, они, конечно же, не не получилось у нас, я, безусловно, себя отношу к тем, кто пытался это сделать, перестроить мозги огромного количества людей, не удалось изменить мировоззрение большинства россиян с патерналистского на начни с себя, возьми ответственность за свою жизнь на себя. И поэтому вот эти 20 лет уже путинской пропаганды, они, конечно, привели к местами необратимым изменениям. И эти необратимые изменения выражаются в том, что даже вполне себе нормальные, спокойные, совершенно не жаждущие ничьей крови россияне все равно живут в парадигме «от нас ничего не зависит, и зависеть ничего не может, мир плох, мир несправедлив, мир жесток, мир всегда жил и всегда будет жить исключительно по законам джунглей, кто сильный, тот и прав, а посмотрите на Америку, и поэтому единственный шанс для нас выжить, для России, это превратиться в такую вторую Америку, во второй серьезный полис, вот как оно было при Советском Союзе, и да, не происходило, это все ужасно плохо, и война ужасно плохо, но это единственный вариант, при котором у нас, как у цивилизации, есть шанс выжить. Вот примерно так размышляет очень-очень много россиян, я абсолютно четко это могу констатировать, поскольку общаюсь с самыми разными людьми, из самых разных, не люблю это слово, страт, тем не менее, российского общества, это и мои одноклассники, друзья детства из Орла, то есть из такой российской провинции, классический красный поезд, так называемый, и знакомые одноклассники из Москвы, с которыми мы когда-то учились, и которые занимают опять же разные позиции, и просто друзья, у меня все-таки довольно много знакомств, особенно накопилось за жизнь в Москве, в России за время путешествий по стране, поэтому я достаточно неплохо себе представляю эти настроения, даже повторяю, очень и очень адекватные казалось люди, они все равно вот в глубине своей души настроены очень пессимистично по отношению к этому миру в целом, и они считают глупыми, наивными идеалистами тех, кто считает, что может быть иначе, что мир может быть основан на других принципах, нежели то, кого поймал, тот того и поймал. Вот вы сказали про необративые изменения, вот аналогия, которая у меня возникла, связана с тем, что я только что пережил, мне ворвали зуб, и когда врач, я пришел к хирургу, и он говорил, у зуба необратимые изменения, я рекомендую его убрать. Я согласился, это была относительно безболезненная процедура, учитывая методы, которые сейчас есть, обезболивания. А про аудиторию, если мы говорим об аудитории, которая, скажем так, пережила вот эти необратимые изменения, есть ли смысл у нас, у журналистов, работающих на русском языке, все-таки работать эту аудиторию, или ее уже можно смело исключать, как аудиторию, на которую ты не можешь повлиять. Вот как вы считаете, я понимаю, что это такая грубая и даже немного интимная аналогия с зубом, но тем не менее, может быть, не стоит и пытаться, или все-таки не стоит отказываться, еще пытаться и как-то с этой аудиторией взаимодействовать? Во-первых, я принадлежу к числу тех как раз идеалистов, которые уверены, что стараться надо, даже если бы там остался один или два или три человека, да, даже если бы никого не осталось, имеет смысл делать то, что ты считаешь нужным делать, то, что ты считаешь важным делать, да. Если же переходить в сферу такой политической прагматики, да, целесообразности, а насколько это вообще важно, хорошо, а какие есть альтернативы? Ну, давайте так вот, спокойно, какие есть альтернативы? Я абсолютно уверен, даже, можно сказать, знаю, что на Западе и в Штатах рассматривались тоже разные сценарии, по-прежнему рассматриваются, что делать как бы дальше там с Россией. Сценарии, о котором время от времени рассуждают разные больные люди и в России, и за ее пределами такие тоже есть, и в серии там забросать атомными бомбами, забетонировать и просто, ну вот, чтобы не было, просто чтобы не было там одной шестой части суши с таким мировоззрением и так далее. Ну, такие сценарии никто, конечно же, не рассматривает, никто и никогда. Такие сценарии не рассматривались даже в отношении Афганистана, который, казалось бы, ну, все-таки находился и находится на совершенно другой стадии такого не просто феодального, местами такого пещерно-феодального развития, с точки зрения, опять же, общественной психологии и настроения масс. То есть, таких сценариев никто, конечно же, никогда не рассматривал. Ну, может быть, там Гитлер рассматривал когда-то в отношении славян, и то, и то, насколько я понимаю, это были тоже сценарии, о которых больше говорили, и никто не собирался всех полностью уничтожить, потому что это просто невозможно. Во-первых, потому что это невозможно, во-вторых, потому что сейчас, в сегодняшнем мире, мы все понимаем, что там использование нядерного оружия чревато просто непредсказуемой последствиями для всех просто, да, никто не будет, там, половина России находится, ну, половина, хорошо, треть находится в Европе, никто не собирается устраивать никакого глобального Чернобыля. Поэтому я специально проговариваю этот такой, ну, совсем более сумасшедший сценарий, потому что он все-таки существует в больном воображении определенного числа людей. Так вот, таких планов в отношении России все равно нет. То есть Россия никуда не денется. Будет она называться Россией, а будет она называться как-то иначе, там, я не знаю, Соединенные Штаты России или какие-нибудь там территории, будет ли, там, понятно, что на Западе народ очень любит, опять же, ну, на Западе, когда я говорю народ, я имею в виду эмигранты русскоговорящие в первую очередь. Никто в Штатах, в Великобритании всерьез не рассматривает распад России на множество удельных княжеств. Опять же, прежде всего, потому что понимают, что это опасно, это головная боль для всего мира, потому что в какой-то момент какое-то из этих удельных княжеств так или иначе получает свое распоряжение либо ядерное оружие, либо оружие массового поражения, там, биологическое какое-нибудь. На эту тему много голливудских фильмов снято, включая там, я не знаю, последнего Джеймса Бонда, да, 21-го года еще. Поэтому все понимают, что проще контролировать, развивать какие-то отношения со страной достаточно единой, которую можно управлять, которую можно управлять из центра, чем с большим количеством совершенно там, не воюющих друг с другом, конкурирующих постоянно друг с другом мелких государств. Поэтому понятно, что я уверен, что через какое-то время Россия все равно в нынешних границах не сохранится, это будет другое государство. Но, повторяю, вот все эти надежды на то, что будет отдельно там Московия, отдельно Ингрия, отдельно еще 20 или там 89 государств, это, мне кажется, очень наивная надежда. И главное, повторяю, даже если это все реализуется, то это, скорее, будет плохо для всех, включая ее соседей. Так вот, возвращаясь к мысли о том, что делать со всем этим, да, и что делать с этими людьми, понятно, что все равно необходима работа с их сознанием, с их мировоззрением. Никуда от этой работы не деться. Это просвещение необходимо. И надо понимать, что это игра в долгую, опять же. После Второй мировой войны, напомню, вот то поколение, которое, поколение немцев, которое поддерживало Гитлера. Я, опять же, неплохо об этом знаю, у меня есть хороший друг, он немец, и он прекрасно помнит историю своих родителей. Он у меня постарше лет на 10, соответственно, его родителям сейчас там 85-90, а, кстати, живая еще мама, ей 90. Так вот, все они прекрасно, опять же, помнят, что было после войны. И большинство немцев, и в... При этом это относится, замечу, и к Восточной Германии, это не только главная Германия относится. Они по-прежнему считали выбор Гитлера правильным. Они считали выбор, который сделала Германия в течение там лет 20, наверное, до середины 60-х, то ли до начала 70-х годов. Огромное количество немцев по обе стороны границы считали выбор правильным. Просто понятно, те, кто так считал, постарались уехать все-таки в Западную Германию, в Восточную, осталось таких немного, но оставалось, просто они молчали. Их представление было ровно такое, что выбор в целом был правильный, и там американские капиталисты это плохо, и советские коммунисты это тоже плохо, и надо было им противостоять, но просто Гитлер немножко неправильно все сделал, надо было поступить иначе. Таких, повторяю, такого убеждения, такое убеждение жило в сознании немцев достаточно долго. И потребовалось больше 20 лет для того, чтобы изменить это сознание. Подтребовался, конечно же, уход по биологическим, физиологическим причинам из жизни стариков, которые так полагали, и поколения в возрасте 50+. Поэтому с Россией так или иначе необратимые изменения, о которых мы с вами говорим, но они, наверное, сохранятся в головах большинства тех, кому сейчас, опять же, там 50+, россиян. Поэтому это вопрос времени. Но это не означает, что даже с ними не надо работать, потому что когда ты все-таки представляешь абсолютные вот факты, с которыми невозможно спорить, которые говорят сами за себя, то постепенно степп-бай степп что-то доменяется. И, по крайней мере, человек, даже если он по-прежнему все равно считает, что мир плохой, ужасный, меняться к лучшему бесполезно, и для России единственный путь это иметь авторитарную власть, сильную руку и так далее, ну, как минимум, этот человек будет готов выйти на улицу ради защиты этой идеологии. Как минимум, этот человек, возможно, останется с ней жить и умирать, но не будет пропагандировать эту тему среди своих детей, а просто поставить на них и скажешь, ладно, живите как хотите, делайте, что считаете нужным. Поэтому мне кажется, что все равно работать, конечно же, стоит, просто каждый, кто работает, вроде нас с вами или, не знаю, кого-то не было еще, должен очень четко понимать, что это дело на десятилетия, а может быть, и на сотни лет. То есть это работа не на одну жизнь. И каждый, кто считает, что это необходимо, либо это при моей жизни, либо вообще нет, ну тогда, значит, ты плохо годишься для этой работы. Это, повторяю, работа на десятилетия, возможно, не на одну жизнь, как говорят мои друзья-буддисты. На ваш взгляд, вот эта система не может сама себя перепрограммировать? То есть не может ли наступить пресыщение, то есть когда есть некоторые пределы? Ну вот там, допустим, человек поддерживал Владимира Путина, поддержал начало аннексию Крыма, потом начало широкомасштабной войны. Но потом он увидел, что есть такой уже покойный Евгений Пригожин, который решает вопросы с помощью Кувалды. Потом появился Рамзан Кадыров, сын которого публично избивает молодого человека в СИЗО, и потом это выставляют в качестве такого документа, смотрите, как мы можем. И что мы замечаем? Мы замечаем, что реакция на вот этот кейс, она отрицательная для Кадырова, потому что даже на телеканале Грозный, абсолютно государственный, первые данные опросы показали, что большинство зрителей этого телеканала это все не одобрили. Когда вот эта вседозволенность, вот этот беспредел уже начинает проникать, он же начинает задевать в том числе людей, которые, казалось бы, этой системой лояльны. Они не могут сами перепрограммировать аудиторию вот с помощью вот подобных, подобных действий, ну, таких беспредельных абсолютно. стремительных волшебных трансформаций. То есть мне случалось в жизни наблюдать, как человек внезапно и резко меняет свои представления о жизни, скажем, был у меня знакомый антисемит в институтские времена, который однажды, когда ему было там 30 с чем-то лет, и начались вот эти первые тесты в пробирку, да, когда плюешь, он узнал, что оказалось, что он там на четверть евреи, и вот просто его перевернуло, он теперь сионист, каких мало, уехал в Израиль и планирует там заниматься активно политикой, а до этого был, повторяю, просто антисемит. Вот эти волшебные превращения, случившиеся по щелчку пальцев, как только он увидел другие данные. Но, повторяю, подобные превращения, это редкость все-таки. Для того, чтобы изменить настроение в стране, нужна серия массовых таких трансформаций. В их возможности, я повторяю, не верю. Поэтому это работа в долгую. Что касается примеров, которые вы привели, ну, на самом деле, они достаточно уязвимы, эти примеры. И я сам с большим удовольствием опубликовал у себя в Телеграм-канале, кстати, все подписывайтесь, кучер так и называется. Так вот, там я опубликовал как раз достаточно тоже оперативно реакцию на этот опрос, как он, ВГ, Грозный, ну, короче, Российский, государственная телевизионная компания Грозный, да, и скриншот ее опроса, который, кстати, чем дальше, тем он был уже менее интересным для нас. Но там стали уже работать над тем, чтобы как-то согласиться. больше и больше там уже было тех, кто одобряет и поддерживает Адама Кадырова. Но там интересно вот что. Мы об этом, кстати, говорили с Сашей Плющевым, он обратил на это внимание. Дело в том, что через то ли полторы, то ли три минуты после того, как был опубликован этот опрос, в 19.30, если не ошибаюсь, он был опубликован, а уже в 19.31, то ли 33 репост сделал канал Ксении Собчак. Как-то мгновенно и стремительно. Поэтому это еще большой вопрос. Кто составил большинство вот это 90% как-то было уже в первые 20 минут, в первый час? Это, скорее всего, все-таки подписчики канала Собчак, которые все это увидели и бросились голосовать. Поэтому большой вопрос это отдельная история, как все это произошло и как канал Ксении Собчак с разницей буквально в пару минут, они что сидят и мониторят телеграм-канал Грозного, что ли, стремительно и постоянно? Думаю, что нет. Поэтому эта история тоже не такая уж простая. Тем не менее, безусловно, вы правы в том, что, конечно, там такой уж совсем воинствующий феодализм, его проявления, они не радуют огромное количество россиян. История с Грозным, история с Кадыровым это вообще особенная история, поскольку мы прекрасно знаем, что отношения между чекистами московскими и, например, администрацией Кадырова и его компании никогда не были безоблачными, никогда на протяжении этих, сколько у нас Кадыров младшего власти, все равно почти 20 лет. То есть там претензии очень большие, претензии очень серьезные, и я думаю, что хватает людей в Москве и конкретно в Кремле, которые были бы счастливы увидеть на месте Кадырова другого человека. Но вопрос не в этом, а вопрос в том, что вы говорите, что все эти вещи, они так работают, и они могут изменить настроение. Повторяю, есть множество людей вполне себе образованных, даже с несколькими образованиями, которые считают себя интеллигентными интеллектуалами, то же самое в Москве, которые готовы объяснять, оправдывать того же самого Кадырова. Ну, посмотрите, просто почитайте, что писали московские телеграм-каналы, посмотрите, понаблюдайте, что писал, например, Максим Шевченко на эту тему. Люди объясняли, люди в лучшем случае, если не оправдывали, то объясняли. Одни бросились объяснять, что на самом деле это было постановочное, ну, точнее, что это было постановочное избиение, я имею в виду то, что устроил Адам Кадыров в камере Журавеля в СИЗО. Другие говорят, что, ну, слушайте, да, это вот там чеченцы, это у них такая тема, давайте оставим это право за ними, решать, как там правильно себя вести для того, чтобы сохранять в республике порядок. А вот не будет Кадырова, а что будет? А начнется новое чеченское. А мы этого хотим, но вот если они такие, то единственный способ контролировать это вот именно так. Мы сейчас, понимаете, мы сейчас все живем в очень непростое, не хочется говорить банальности, но тем не менее, в очень противное время, противное по той причине, что в огромном количестве людей во всем мире, но прежде всего, конечно, это происходит сейчас в России, проснулось просто худшее, что в них есть. Худшее, просто худшие инстинкты, худшие черты. И люди стали относиться к этому как к норме. Опять же, это нормальный человек был, есть и будет по большому счету стоять не из воды на 80%, а из говна на 80%. Вот в чем заключается на самом деле идеология Путина, которую он пытается навязать всему остальному миру. Что человек по природе своей состоит из говна. А раз так, то мы можем просто немножко это ограничить, чуть-чуть. Ну а лучше давайте дадим этому человеку проявить себя по полной программе. И хвастит уже делать вид, что это не норма. Именно это норма. А вот все ваши белые пальто, все, что вы пытаетесь на себя надеть, маски демократии, маски толерантности, это все неправда, потому что человеку это не свойственно. Если эта идеология победит, а у него на самом деле есть шанс победить, потому что не только в России есть такие люди, которые так считают. Такие люди есть на Западе, они есть в Европе, они есть и в Восточной Европе, и в Западной, и в Соединенных Штатах Америки они тоже есть. И сейчас как раз эти люди поднимают голову все активнее. Поэтому задача Путина, по большому счету, она заключается в том, чтобы не только кто-то в России сидел и говорил на это видео с избиением, смотрел и говорил, ой, ну это постановка, или, ну даже если это не постановка, то какая разница, это правильно все равно. Ну вот так они живут. А чтобы в Америке кто-то, кто смотрит это видео, говорил, ну да, вот это у них такие традиции, ну ничего страшного. А вон на Ближнем Востоке там вообще людей в асфальт катками закатывают, если человек совершил какое-то преступление и голову рубят, это нормально. Давайте всем позволим быть вот такими, какими они хотят быть. И поэтому, повторяю, вот тех, кто считает, тех, кто так считает, их на самом деле все больше и больше. Происходит это во многом, конечно же, благодаря, опять же, появлению социальных сетей и новым технологиям, благодаря которым любой человек становится философом, становится политическим обозревателем, становится публицистом, становится ньюсмейкером и может рассуждать обо всех этих вещах совершенно открытой, публичной и так далее. Опять же, даже, вот мы с вами там вспоминали о Советском Союзе, вспоминаем о Советском Союзе, понятно, что Советский Союз был порочным обществом абсолютно там изначально по природе своего возникновения и развития преступным, обреченным на медленную или быструю смерть, что в итоге произошло, 70 лет в масштабах истории, это мгновение. Тем не менее, на официальном уровне риторика-то была вполне замечательная. Мы за мир, мы против насилия, мы против агрессии, не надо материться в эфире в федеральных каналах, не надо носить и галстуки, вести себя прилично. Это была, как минимум, риторика публичная. Да, люди там могли себя вести по-разному, но в публичном пространстве была такая риторика. Путинская Россия в этом смысле вообще современный мир отличается, в авангарде которого вот этого сил тьмы, конечно же, Путинская Россия отличается ровно тем, что не надо надевать маски, не надо изображать, материтесь, нормально, это естественно. Плеваться хотите, плюйтесь, орать хотите, орите, хотите показывать мускулы и бить слабо, ну что делать? Это нормально, если вы такой человек, разрешите себе так поступать. Понимаете? Поэтому вот когда вы говорите про то, что там кто-то посмотрит и на Пригожина, там, на Кадырова, да, кто-то посмотрит на Пригожина, на Кадырова, но я знаю еще многих людей, кто смотрит и говорит, ну просто вот парень заигрался, неправильно себя повел, да, там Пригожин надо было все-таки, надо было идти на Москву или наоборот не надо было там предавать своего благодетеля. Вот и все. Но никому в голову не приходит, при этом просто встать и сказать, да вы что, то есть это сам факт появления такого человека, как Пригожина и Кадырова, сам факт того, что эти люди смогли сделать карьеру, это диагноз, это диагноз обществу, это диагноз стране, это диагноз всем, потому что такие люди, вот люди с таким складом ума, характера, эти люди в принципе не должны проходить куда-либо дальше окончания средней школы и там в лучшем случае, а потом попадание в колонию для несовершеннолетних. Поэтому да, я тут как раз хотел немного про Ксению Собчак, потому что разные были оценки ее работы, кто-то считает, что она просто сделала то, что высветила, что Кадыров жив, но мне кажется, что субъективное мнение, можно с ним не соглашаться, это для наших зрителей, мне кажется, Ксения Собчак оказалась одним из тех людей, одной из тех журналистов, которые, в общем, не побоялись вступить в некое столкновение с Рамзаном Кадыровым, потому что она на своих медиаплатформах подняла вообще тему этого избиения, потом был звонок Кадырову, и, в общем, я просто видел, как реагировали вообще на это все от Пескова до, если не ошибаюсь, Фадеев возглавляет Совет по правам человека, там, я не буду это комментировать, я не хочу это комментировать, давайте мы поговорим о чем-то другом, Собчак пошла, в общем, в некое даже лобовое столкновение с Кадыровым, не знаю, с поддержкой, не поддержкой, но пошла. Вот какова ее роль в этой истории, и как вы оцениваете ее вот конкретно в этом эпизоде? Знаете, честно, мне не очень интересна Ксения Собчак, во-первых, во-вторых, и в-третьих. Я считаю, что у Ксении Собчак был просто потрясающий шанс. Она могла, но это относится еще там минус 10 лет, она могла стать действительно серьезным наследником дела своего отца. Она вот, с ней могла как раз случиться та самая волшебная трансформация, когда бы из там просто светской львицы и популярного в определенных кругах человека она могла бы стать достаточно сильным политическим лидером. Она могла учиться на собственных ошибках, на чужих ошибках, благо вокруг нее не было много возможностей, было много бывших друзей, знакомых, ее отца, и у нее, мне кажется, был шанс, который она так или иначе не то, что упустила, а возможно даже не захотела им воспринимать. Этого уже не произошло. В итоге то, что я вижу там каналы Ксения Собчак, это профессиональная, хорошая, блогерская работа. Миллионы подписчиков, это же здорово, это хороший бизнес. Я не вижу там никакой замечательной журналистики, никакой аналитики, но возможно такой задачи и не ставилось. Еще раз говорю, есть там кто я такой, я здесь рассуждаю с вами сейчас на вашем канале, наша вместе с вами суммарная аудитория, при том, что вы большие молодцы, я считаю, ваш канал добился потрясающих результатов за этот год и делает очень важную работу, тем не менее наша с вами суммарная аудитория, даже если взять еще нескольких ваших гостей, более популярных, чем я, она все равно меньше, чем аудитория Ксения Собчак, ее медийных ресурсов, поэтому кто я такой, чтобы учить ее как заниматься медиабизнесом, ни в коем случае. Она успешный медиаменеджер, вот это 100%, успешный медиаменеджер. Но дальше функция, которую она выполняет, да, она была спойлером на выборах Путина, совершенно 100%. Все разговоры про то, что она при этом пыталась донести какую-то правду, озвучить, нет, это не серьезно. Она, безусловно, оказалась, конечно же, она очень сильно, на мой взгляд, подставила Навального. Опять же, вольно, невольно, ну, это уже, меня, опять же, не очень сильно интересует. То, что сейчас происходит, то, что, ну, она себя ведет, мне, ну, как бы, у меня это вызывает, просто, повторяю, я чувствую досады такой, что человек мог, а в итоге, что касается конкретной ситуации с Кадыровым, опять же, мне кажется, что она скорее выступила, я не вижу здесь никакого серьезного столкновения, вот не вижу никакого лобового столкновения, может быть, я чего-то не читал, не исключаю, кстати, но я не видел никакого публичного заявления Ксении Собчак, в котором бы она сказала там все, что она думает, например, об этом, о том, что случилось, там постановка, не постановка, я не вижу от нее никаких сильных, глубоких, таких осознанных заявлений, я вижу постоянные игры, вот это то, что я достаточно четко вижу, и во всей этой ситуации, ну, честно, мне не очень интересно, для меня это при всем масштабе Собчак, для меня это какая-то мышиная возня, и нельзя, я бы не сказал, что там ее купил ангажиров Кадыров, она выступила его пиар-агентом, нет, мне кажется, это все происходит на уровне каких-то старых знакомых, связей, они же знакомы давно, и никто этого никогда не скрывал, общались, естественно, понятно, что у Собчак другое мировоззрение совершенно, понятно, что есть вещи, которые она там терпеть не может, но нет никакой осознанной, продуманной идеологии здесь, мне кажется, и нет никакой продуманной политики, вот Собчак выступила, захотела выступить так, по дороге захотела, наверное, еще несколько зайцев убить, мне кажется, что-то в таком духе здесь происходило, но я бы не стал дальше тратить время на то, чтобы анализировать, кем именно в этой истории выступила Ксения Собчак, рассказала, что орешки кешью значит, ест Кадыров, ну и слава богу, пошли дальше. Ну, кстати, вот по поводу, уйдем от Ксении Собчак, но здесь интересная история разворачивается вокруг Гарика Бульдога Харламова, который в рамках Comedy Club там с Димой Маликовым он там выступал, и он, ну, такому достаточно жесткому Степу подверг вот эту всю историю, что все идет по плану и так далее и тому подобное. Это можно было бы не заметить, если бы на это не обратил внимание Владимир Соловьев и посвятил этому достаточно большой, там большую часть своего многочасового эфира, потому что он оттуда не вылезает. И вот это все-таки еще то пространство, где очень осторожно, очень дозировано, но тем не менее иногда что-то просачивалось. Как вы считаете, вот с помощью юмора такие люди, как там Гарик Бульдог Харламов, резиденты Comedy Club, они еще пытаются что-то донести? Это некий сигнал, что Соловьев на них набросился? Или это такая частная инициатива? Как вообще это трактовать и стоит ли на это обращать внимание, как вы думаете? Смотрите, мне кажется, обращать внимание стоит ровно на то, на что вам интересно обращать внимание. Если вам доставляет удовольствие смотреть ролики с Гариком Бульдог Харламовым, значит смотрите, обращайте внимание. Я считаю, что это безумно талантливый человек, безусловно, как и большинство резидентов Comedy Club, которые просто, мне их искренне жаль, потому что их таланту негде развернуться. Ну, точнее, есть где развернуться как раз. Просмотры в Ютубе по 11-12 миллионов, там аудитория есть. Конечно, я просто представить себе страшно, что было бы сейчас, если бы все ребята из Comedy Club шутили бы так, как они сейчас шутят на своих кухнях, в компаниях, где даже на телефон это не записывают, не говоря уже о том, чтобы выставлять это в Ютубе. Вот это было бы, вот это была бы революция. И мне нравится эта мысль, я ее не раз уже повторял, что если говорить о том, кто лучше всех, кто наиболее эффективно работает на конец путинизма, то, мне кажется, это в первую очередь те люди высмеивают. И это украинские, кстати, комики, совершенно замечательные ребята из команды 25-го квартала, там посмотрите, один Юрий Великий, чего стоит. Есть много разных ребят. И, конечно же, россиян, кто это делает, я не всех их знаю по именам, по фамилиям, время от времени что-то вижу в Ютубе и понимаю, что вот на изменение того самого мировоззрения, конечно же, лучше всего работает юмор, смех. Понимаете, это для меня совершенно очевидно просто. Понятно, что я говорю, номер один – это сам Путин, кто работает на разрушение путинизма, номер два – это украинская армия, которая решает вопросы на поле боя. Вот номер три – это, конечно же, юмор, это все, кто высмеивает путинский режим. Это как аксиома просто. Поэтому, конечно же, я считаю, что как бы ни относились к Георгику Бульдук-Харламову яростные либеральные публицисты, называя его все равно так или иначе пособником, потому что вот он мог бы выйти сейчас. Я считаю, что то, что он делает, это хорошо. Да, это все равно со знаком плюс. Мог бы, конечно, мог бы, но я думаю, что когда этот режим начнет разваливаться, эти ребята еще свое слово скажут и свою роль сыграют в ускорении процесса его развала. А почему, опять же, я об этом с своими друзьями здесь, не только здесь спорил и дискутировал не раз, что типа, ну как вот воспринимать того же Гаррика Бульдук-Харламова? Супер же талантливый человек, но вот не использует свой талант во имя, там, на благо сил света и добра. Не по полной программе, а это уже типа ужасно и плохо. Я не считаю, что это ужасно и плохо, это есть. И я в данном случае смотрю как раз не как идеалист, который ждет от всех самопожертвования. Есть хороший месседж, который я услышал однажды от одного будинского ламы, который звучит, формулируется примерно так. Будь к себе максимально требователен, но не ожидая от других такого же, тем более не требуй. Воспринимай всех на том уровне, на котором они есть, а лучше на высочайшем. Поэтому я считаю, что здорово, что Гарик Бульдог-Харламов делает то, что он делает. И я все равно думаю, что со временем как бы сильно он сам не хотел оставаться в стране, и другие ребята как бы не хотели оставаться в стране, они не окажутся в стране, просто потому, что они иначе не смогут. Потому что если Гарик Бульдог-Харламов перестанет шутить, у него даже вышло, я помню, у них же был номер, еще год с лишним назад, номер, который тоже, там у него были десятки, по-моему, миллионов просмотров, в котором он с Тимуром, по-моему, как раз они обсуждают, что о чем шутить можно, о чем нельзя. И, посмотри, все, закрываемся, о чем мы будем дальше шутить? О чем? Ты что? Какие шутки вообще? Когда Дагестан курорт, когда Медведев жесткий, говорит Гарик Бульдог-Харламов, это круто, это круто, потому что это уже степ-бай-степ подрывает сакральность этого режима, ведь главное, на что этот режим упирает, это его сакральность, они вот стараются играть на этих чувствах народа, поэтому любой диктатор, любой правитель, любой авторитарный лидер, он, конечно, объявляет своим главным врагом юмором. В этом смысле есть уникальная, потрясающая какая-то историческая, метафизическая даже игра. В нынешний момент главный соперник Путина, главный его враг это Зеленский. Вот есть у Путина два таких главных врага, это Зеленский и Навальный. И Навальный, опять же, почему? Потому что Навальный не просто критиковал, Навальный высмеивал очень много и очень активно. Одна усмешка Навального чего стоила. Ты с Навальный и с Зеленский. Поэтому, повторяю, я близко не ставлю на этот уровень сейчас Гарри Кабульдог Харламов, хотя надеюсь, что, глядишь, он еще и скажет свое слово. У нас много вопросов из Телеграма, не так много времени, а начну их зачитывать. Триша спрашивает вас, Байден утвердил временный проект бюджета, не включающий помощь Украине. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, слушайте, это история, которую здесь в Америке все ждали ночь субботы на воскресенье как событие, которое, скорее всего, приведет к шотдауну, то есть к закрытию работы правительственных учреждений, начиная от федерального правительства как такового, заканчивая службой охраны парков национальных. В результате чего ты не можешь поехать в парк и погулять, потому что просто он закрыт. и этого не произошло, потому что все-таки республиканцы в Палате представителей, а именно они являли собой главную угрозу такого шотдауна, они все-таки одобрили план на 45 дней, план финансирования правительства, это такой временный бюджет на 45 дней, который подразумевает финансирование федерального правительства, его органов, по наиболее ключевым статьям необходимым вот прямо здесь и сейчас для того, чтобы, повторяю, эти парки работали для того, чтобы государственные чиновники могли осуществлять необходимое взаимодействие с народом, чтобы работали там юридические конторы, ну и так далее. Поэтому в этом 45-дневном бюджете там не должно было быть никакой помощи в Украине, учитывая, что уже американцы вложили, мягко говоря, много денег в помощи Украине, накануне был объявлен пакет очередной помощи Байдену, и если мы говорим вот о непосредственно этом плане на 45 дней, то в нем, да, в нем нет помощи Украине, совершенно верно. Тем не менее, помощь Украине может быть и скорее всего будет проведена совершенно отдельным актом в результате голосования в обеих палатах американского парламента, то есть в палате представителей и в Сенате. Поэтому я ни секунды не сомневаюсь, что даже в течение этих 45 дней можно просто проверить за следующее время, прямо сейчас, и через полтора месяца к этому вернуться. Я уверен, что совершенно, что будет, повторяю, параллельно совершенно законодательный акт обеих палат, в результате которого очередной транш помощи Украине будет одобрен. Еще вопрос от Ильи, он спрашивает, Станислав, если сравнивать два приезда Зеленского в США, то что изменилось, какую роль играет, если играет война в Украине на президентскую кампанию в США? Два вопроса. И еще третий вопрос сразу зачитаю. Ильи, как вы думаете, для чего Кремль пытается вернуть членство в Совете по правам человека при ООН? Честно говоря, начну с последнего. Я ничего не знаю про попытки Кремля вернуть членство в Совете по правам человека при ООН. Мало меня этот вопрос интересует, поэтому я оставлю его без комментариев. Что касается, вообще, конечно, как только я слышу что-то там в словосочетании Кремля и права человека сейчас, но это не вызывает ничего, кроме легкого. Что касается визита Зеленского. Значит, российская пропаганда активнейшим образом ухватилась за тот факт, что идея Зеленского о том, чтобы опять было совместное заседание двух палат Американского Конгресса, как это было в прошлом году, не осуществилось. Российская пропаганда ухватилась за это и бросилась говорить о том, что все, Америка сдулась, в Зеленском разочаровалась, больше не будет помогать Украине, и вот все, республиканцы приходят к власти, и все прекрасно, давайте предождемся победы Дональда Трампа, и вообще все будет хорошо. Значит, ну, во-первых, почему Конгресс не стал устраивать совместное заседание обеих палат, как в прошлом году, потому что в этом году конкретно у спикера палаты представителей Маккарти, ну, мягко говоря, хватало более актуальных и важных дел в моменте, в частности, подготовка к этому самому шатдауну, неспособность, неспособность республиканцев одобрить бюджет. В первую очередь, это проблема внутри самой республиканской партии, внутри республиканцев в палате представителей. Это большой, серьезный, интересный, поверьте, ужасный разговор, поскольку в республиканской партии очень много разных групп, которые не находят общий язык, и поэтому собрать совместное заседание, Зеленский, грубо говоря, неудачно выбрал время на этот раз для приезда. То есть, понятно, что Генассамблея ООН, какое еще время ты можешь выбрать, поэтому выступление на Генассамблее ООН это прекрасно, но выступление, конкретно время для выступления в Конгрессе было выбрано неудачно. Поэтому решение в данном случае о том, что с ним отдельно будут встречаться представители разных комитетов, а не будет такого шоу в Конгрессе, как в прошлом году, это решение не имеет никакого отношения к мнению американцев о роли Зеленского в истории. Это объясняется непосредственными, процессуальными, короче, скучными такими организационными причинами прежде всего, во-первых, во-вторых и в-третьих. Дальше есть усталость американцев от войны? Ну, конечно, есть. Есть неудовлетворенность большого числа американцев тем, что Украина до сих пор не победила Россию? Ну, конечно, есть. Ожидали, хотели, чтобы победила быстрее, естественно. Есть претензии к Зеленскому? Я бы не сказал, что есть претензии, есть ключевой вопрос, связанный с тем, что происходит с американскими средствами, которые выделяются в Украине. Да, конечно же, на эту тему есть много вопросов. Искоренили ли в Украине коррупцию? Конечно, не искоренили. А где гарантии того, что наши деньги доходят до получателя? Но, опять же, эта степень, точнее, масштаб этой дискуссии сильно преувеличен и прежде всего российскими пропагандистами. Потому что эта дискуссия, она имеет отношение к больше американской предвыбранной кампании и внутриполитической повестке. Речь не о том, что республиканцы не хотят поддерживать Украину. Они хотят поддерживать Украину в республиканской партии хватает ястребов, которые собираются вести себя по отношению к Путину и путинизму жестче, чем ведут себя демократы. Республиканцы регулярно критикуют как раз Байдена и демократов за недостаточно активную поддержку Украины. Просто они, с своей стороны, требуют большей прозрачности во всем, что касается денег американских налогоплательщиков, которые выделяют американский бюджет, американское правительство на помощь Украине. Вот об этом идет речь. И, конечно же, дискуссии вокруг этого через год, через почти 17 месяцев после начала войны, они ведутся активнее, чем в самом начале, через 5 месяцев после начала войны, как это было в прошлом году во время визита Зеленского тот же самый в Вашингтон. Вот это необходимо учитывать. Но, повторяю, я вот здесь веду на русскоязычном радио программу, и у нас аудитория у этой радиостанции такая, ну просто предельно консервативная, трампистская такая, ну мало не покажется в большинстве своем. И каждый второй звонок, который поступает от таких трампистов, республиканцев, он как раз ровно с критикой Байдена за недостаточно жесткую политику в отношении Путина или в отношении поддержки Украины, а не наоборот. Поэтому вот весь оптимизм по поводу того, что там придет Трамп, если придет и мгновенно все изменится, и Путину все простят, забудут, и они начнут обниматься как Брежнев с Хонекером, это, конечно, мягко говоря, очень наивные надежды. Ну еще вопрос спрашивают вас, не закатилась ли, на ваш взгляд, звезда Марии Захаровой, о ней почти ничего не слышно, ну или, по крайней мере, складывается такое впечатление. Вот спрашивают наши зрители. Слушайте, для меня, а что, была такая прямо грандиозная звезда Марии Захаровой? Ну она была на слуху, она, конечно, мне кажется, ее даже искусственно раздували, вот после всех этих бесконечных официальных представителей МИДа, я помню, был там Вадим Лукашевич, если я правильно помню, я их помню, потому что это мне по работе положено, но потом появилась Захарова со всеми этими песнями, плясками, хамством, какими-то там, я помню, мы однажды ей позвонили, она плакала у нас трубку потом, ну там что-то абсолютно такое выходящее за рамки вот этой МИДовской тогда еще консервативной МИДовской истории. А сейчас ее как бы и нет. Смотрите, нет, в этом смысле нет, я просто думал, что я что-то упустил, что там еще какая-то... Не в том смысле, что она Киссинджер или кто-то другой, нет. Нет, в этом смысле нет, в этом смысле безусловно Мария Захарова куда более яркий человек, чем любой, кто занимал пост официального представителя МИДа, до нее на протяжении многих и многих лет. Конечно же, ну начнем с того, что она первая женщина, к всему прочему, в этой роли. И, конечно же, кто там еще калинку будет танцевать, кто еще так жестко будет все комментировать. А, наконец, вокруг чего еще имени было такое количество сплухов, сплетен в виде версий и версий относительно ее поведения, причин ее поведения, того, что она там то плакала, то смеялась и так далее. Поэтому, но я не знаю, насчет закатилась... Она вроде не так давно выступала опять на брифинге, там по поводу чего-то громко заявляла, критиковала. Мне кажется, что здесь нет какой-то осознанной политики, никто не давал команду там меньше подсвечивать Марию Захарову, например, наверное, связано с ее просто в том числе собственной жизнью. Может, она в отпуск уходила, может, она просто решила, что ей стоит поменьше комментировать, может, она сама, она тоже человек, с которым происходят какие-то процессы, очарование, разочарование. Может, она сама решила перестать быть активной. Я понятия не имею, если честно, опять же, мне это не очень интересно, потому что я достаточно давно работаю с журналистом, чтобы знать, насколько быстро все меняется, да, то есть, насколько быстро восходит звезда того или иного журналиста, сегодня тебя узнают на улицах, и гаишники просят автографы, завтра они тебя забывают тотально, это нормально, к этому необходимо привыкнуть. Что же касается того, что происходит конкретно с российскими пропагандистами сейчас прямо, а безусловно, Захарова это лицо, одно из лиц российской пропаганды. Но это тоже, они же все-таки не роботы, не андроиды, хотя их пытались такими сделать и представить. Это люди, которые тоже срываются, у них хватает своих нервных срывов, за этими нервными срывами следует период какого-то восстановления, которое требует времени. Поэтому, если Мария Захарова исчезла на какое-то время с публичного пространства, это может быть связано в том числе и с этим, рассуждать о том, что там и как произошло. Опять же, если честно, неинтересно. Значительно интереснее, безусловно, вот зачем бы я наблюдал, это, конечно же, потом, за тем, как именно они будут перестраивать свою риторику. И кто будет перестраивать риторику, а кто не будет, потому что, да, я уверен, что среди этих людей найдутся те, кто будет до конца, для кого смысл жизни просто будет заключаться в том, чтобы, условно говоря, там сесть вместе с Путиным, например, да, если речь дойдет до Гаги, или погибнуть в ядерном пламени вместе с Путиным. Но кто не будет переобуваться, перестраиваться, и кто будет до последнего говорить, что нет, я был прав, только так было возможно, и все. То есть будут и такие, принципиальные, да, а кто-то, конечно, будет себя вести просто как политическая проститутка, будет стремительно искать оправдания, объяснять, что там, ой, я не знал или не знала, у меня не было всей информации, там меня тоже использовали как оружие, кто-то будет биться в истерике, кто-то будет срываться в алкоголизм и так далее, кто-то, повторяю, там будет спокойно-спокойно пытаться так наиболее прагматично дрейфовать и пытаться продать себя там новой власти или новой оппозиции. Опять же, давайте не забывать о том, что, к примеру, в Восточной Европе, когда полетела Берлинская стена и затем началась серия революций, то даже в тех странах, где были проведены иллюстрации, типа той же самой Чехии, большое количество бывших пропагандистов, сотрудников спецслужб, которые не могли занимать государственные должности, они довольно быстро оказались на службе оппозиции, поэтому, и причем весьма эффективно служили этой самой оппозиции, оппозиции уже новой власти, понимаете, да? Поэтому я совершенно спокойно не исключаю сценарий, при котором, если власть в России сменится и будет меняться постепенно, тот сценарий, который мы описывали, когда медленная, постепенная демократизация, в случае медленного и постепенного сценария все эти пропагандисты и Захаров в том числе, за ними будет интересно наблюдать, потому что, повторяю, кто-то из них будет перестраиваться, кто-то нет. В случае же достаточно радикальной смены власти, власти же в России придут, если мы говорим про радикальную смену, либо фашисты, совсем же фашисты, но тогда это будет, все равно будет кратковременная история, либо придут какие-то уже более честные, более свободные либералы, которые так или иначе позволят расцветать оппозиции, никто не будет запрещать оппозиционной партии. И вот тогда мы увидим многих звезд сегодняшней пропаганды в качестве спикеров, официальных представителей, неофициальных представителей, консультантов всех этих оппозиционных новой власти сил. Поэтому нам с вами, если, конечно, не случится то, с чего мы начали сегодняшний разговор, глобального ядерного пожара, еще предстоит много эпизодов мыльной оперы под названием «Перестройка мозгов» и «Переобувание» ведущих российских пропагандистов. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Мы благодарим вас, что нашли время и вышли в наш эфир. Станислав Кучер был с нами сегодня на прямой связи. Подписывайтесь на телеграм-канал Кучер, найдите, подпишитесь. Ну что, спасибо вам и до следующего раза. Всего вам доброго. До встречи вам. Ну что, мы уже переходим к финальной части. Субтитры сделал DimaTorzok